Есть задания, которые я не хочу делать специально, а если уж делать, если уж закрывать батл пасс, то нужно типа как-то совмещать. Вот такая вот тема. В общем, у меня на сайте есть вот такая статейка, как забрать все задания ограбления варфейс. Тут надо прочитать много всего, прочитать, прочитать, прочитать. В общем, я сделал такие таблички, где собрал по режимам. То есть, ну вот, иду я на командный бой и сразу же, ага, смотрю, что мне нужно сделать на командном бою. Тут задания сразу же с нескольких недель. Вот видите, неделя один, неделя три, неделя пять. То есть, я ничего не выполнял, эти задания у меня, допустим, не выполнены. Я иду и сразу же выполняю три задания разом. Разом. Кроме того, даже четыре задания, потому что есть задания, которые выполняются в любых режимах PvP. Это вот эти вот 50 фрагов, играя классом штурмовик, медик, там, снайпер, инженер. И также есть задания, которые просто выполняются сами по себе. Когда ты играешь, вот все эти задания выполняешь, у тебя попутно будет что-то выполняться. Типа, уничтожить 100 инженеров, уничтожить 100 снайперов, 100 медиков, 100 штурмовиков. Оно вроде как само выполнится рано или поздно. Вот. Значит, это табличка только для PvP заданий. И эту табличку также можно скачать в Excel формате. И я это все буду обновлять. То есть, в следующей неделе откроется, я сюда дополню задания. И покрашу их в цвет. Что означают вот эти квадратики? Это я отметил, можно сказать, для себя, какие задания можно совместить. То есть, я вначале смотрю. Ага. 100 фрагов инженером. Все. Я пошел делать 100 фрагов инженером. И пометил его красным. И что я могу сделать одновременно с этим? Набивая 100 фрагов инженером. Я могу пойти, получается, инженером на командный бой. Делать в подкате и стрелять в голову. Все. И, ну, урон, он сам по себе там настреляется, да? Также, я, если 100 фрагов не достреляю, но на командный бою уже все выполню, я пойду на доминацию также инженером. Опять же, 25 хедшотов, 20 тысяч урона. И на подрыве взорвать бомбу один раз. Ну, инженером быстрее устанавливать. Поэтому я тут пометил. На самом деле, блиц и подрыв. Я старался не вот к этим заданиям, не, ну, типа, не красить их. Потому что, ну, они выполняются сами по себе. Просто РМ катаешь, и как бы можно не париться насчет этих заданий. Они выполнятся. А держать 5 побед на блице. Ну, РМ катаешь, все равно 5 блицов попадется. 5 раз можно выиграть. 15 хедшотов на подрыве. Это тоже РМ. 50 фрагов на подрыве РМ установить. Зарвать бомбу тоже на РМе выполнится. Ну, главное, просто помнить, что тебе надо это сделать, и все. То есть, берешь и бомбу ставишь. Вот. Получается вот такая вот изичная схема. То есть, когда я пойду делать фраги штурмовиком, я пойду, допустим, на уничтожение. Ну, я так вот решил, потому что на другие я пойду медиком. Если, если вы, там, у вас предпочтения другие, вы любите на других режимах, другим классом играть, вы можете перекрасить как угодно. Вот. И также я сделал с ПВЕ заданиями. Но, смотрите, важно, обратите внимание, что задания в спецоперациях очень похожи. Успешно пройти и настрелять 300 фрагов. Может быть, там что-то еще добавится, потому что всего половина недель всем еще впереди. Еще столько же недель, грубо говоря. То есть, может быть, там в последних неделях добавится пройти там ледокол классом медик, да, допустим. Я не знаю. Может, да, может, нет. Вот. Но это будет видно. То есть, тем не менее, вот если вы не ПВЕшник, если вы просто так не ходите, вот эти вот все спецоперации просто по фану, просто, просто вам нравится. Вы, допустим, лютый ПВПшник, наоборот. Вам специально неохота ходить. То вообще рекомендую вот эти вот задания подождать до предпоследней или до последней даже недели, если... Потому что, ну, изи пройти три спецоперации. Если есть команда, конечно, если там есть друзья, просто пройти три спецоперации в день. Можно больше. Но три это очень легко. Три спецухи в день, это, ну, полтора-два часа времени. И разом можно делать сразу же несколько. То есть, вот вторая неделя на Анубисе нужно пройти один раз, успешно пройти Анубис. А на пятой неделе задание сделать 300 фрагов. То есть, это вам нужно будет на первой неделе пройти Анубис, а потом на пятой неделе еще раз пройти Анубис. Зачем проходить два раза, если можно сразу же пройти и сразу же настрелять. Ну, по крайней мере, есть такая возможность, ну, успеть настрелять 300 фрагов. Ну, не успели, потом запустились, можно до конца не доходить там, дострелять свои там несколько десятков фрагов, которые не успели и все. Ну, это что касается Анубиса, потому что, если там рандомы, и они тоже что-то делают, они могут вам не оставить немножко фрагов. Там не так много ботов. Короче, ну, у меня 300 получается настрелять, а у кого-то, может, не получается. На черной акуле 300 фрагов это просто изи будет, потому что там я вот лично 500-600 всегда настреливаю с рандомами, даже вот полной тимой, там много ботов. Вот, и такая же фигня, но тут, смотрите как, значит, ну, вначале определяйтесь, куда идти, допустим, ага, я пойду на ледокол, мне надо успешно пройти, и нужно настрелять 300 фрагов. Не, плохой пример, вот затмение, допустим, успешно пройти, ну, как будто там уже предпоследняя неделя настрелять 300 фрагов, все дела. И дальше я смотрю общее задание в любом режиме. Это я могу тогда пойти куда-то на затмение медиком и попутно там же вылечить напарников и реанимировать 10 товарищей. Если идешь еще с другом, да, он может тебе немножечко помочь там где-нибудь слиться под ботом, чтобы ты резнул быстренько и там давать себя лечить, грубо говоря. В общем, тоже все изи, но ПВЕ задания я буду оставлять на самый-самый конец, я буду их выполнять в конце, чтобы не ходить там 3-2-3 раза на ледокол. Все буду делать разом. Либо, может быть, я что-то закрою, где уже два задания выполнено, что-то закрою, может быть, когда закроются все ПВПшные задания и просто от нечего делать, пойду тогда и позакрываю какие-нибудь ПВЕ спецоперации и так далее. В общем, вот такая вот тема у меня есть, ссылочка в описании, сразу же под стримом, самая первая ссылочка на вот эту статью на моем сайте. Если вы закроете и решите на другом сервере или на твинке выполнить еще батл пасс, собрать все плюшки на твинка, то, милости прошу, вот, можно пользоваться. Очень удобная хрень. Вот так вот.